И люди, которые живут верующими и неверующими, имели возможность, они делают это отличие в течение одного часа. Верующие и неверующие на расстоянии узнаются. Как он идет, как одевается, как разговаривает, как жестикулирует. Все другое, как Василий Великий говорит. И мир ненавидит. А он собирается вместе и начинает говорить общечеловеческие ценности. Все это верующим нет. А почему вы тогда ненавидите? Мы не можем играть в эти общечеловеческие ценности. Это отречение от Христа. Вы не обольщаетесь с тем, что собирают иногда религиозные деятели и говорят. Эта задача идет одна. На один уровень возвести все религии, разницы-то никакой нет. И все всевышнее. О, это от всевышнего, это Гитлер говорил всегда. А в Бога не верил, но христиан. Под всевышним они очень под один уровень подгоняют то, что у них высшее там есть. И они к этому говорят. Это и буддизм, может быть и мусульман, то что угодно. Кто не со мной, тот против меня. Сразу остановитесь. Кто не верит в Сына Божий, не имеет жизни вечной. Все, миллиард мусульман оказался на другой стороне. Миллиард буддистов отошел в сторону. А какие вообще человеческие ценности? Рай на земле. Давайте жить хорошо, работать хорошо, друг друга не обижать. Давайте. Не будем разбирать, кто кто грабил. Почему они этот закон не включили раньше, пока меня еще не ограбили? А теперь говорят, давайте жить мирно. Когда ограбил, тогда теперь этот закон выставляет. Мир ненавидит верующих по определенной причине. И при том верующих речь идет о христианах. Если бы мы соглашались с какими-то добрыми людьми, с лозунгами, к нам бы по-другому относились. Христиане, выйдя на арену мира, объявили вне закона Божьего весь мир. Идолы, какие они хорошие. Какая-то Венера Милоская смотрят. Изображение статуи, ну мраморное. Они умирали от нее буквально. Мало того, статуя Аполлона разговаривала. Желез начинает говорить, не размыкая рта, отвечает. Идти или не идти на войну. Будет победа или не будет. Демон сидит внутри. И принося жертву идолу, приносили бесам. Павел говорит, вот раскроется какой получается. И поэтому весь мир ненавидит истинных христиан. Ты хочешь узнать себя, ты истинный хрень или нет? Ну и запиши, когда-нибудь, как ты уверовал, до уверования, друзья были, подружки. И после этого. Если тебя тянет на новогодние вечера, где-то встречается, и ты сидишь там смеешься, и даже хохочешь, ты ничего больше не спрашиваешь. Мир тебя любит. Ну, маленько у тебя с каким-то заскоком скажут, но вообще-то хороший человек. А на верующего они смотрят не так. Верующий всегда на особом учете у мира. Вот мы считаем Евангелие от Иоанна 15-19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Слово «потому» дает главную причину ненависти к верующим. Нельзя им доверять хорошую работу. Да нули мы, это сегодня еще так, да и то. И так поток подвязал, и уже с работы выгнали. Это мы сегодня уже слышим. С бородой пришел, на работу не примут. Ни в одном месте это. Первое послание Иоанна 4-5 показывает, почему люди своих любят. А не от мира. Потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Как выступает патриарх, как выступает его заместитель. И печатают везде и рождественские послания. Мир их слушает. А почему? Они нигде прямо не говорят, что без Христа вы погибли. Они бы вышли и сказали, мы поклоняемся Христу, рожденному, распятому и воскресшему. Если вы не будете Ему веровать, не будете жить по Его заходам, вы все в аду будете. Никто не напечатает. А давайте преподавать в школе, что? Христианскую культуру, этику. Только стало говорить учительница о том, что тем, что нарушает заповеди, готовит царь, родители сразу прибежали. Дети спать не могут. Они испуганные такие. Сразу уволили, как будто не надо было. А без проповеди о наказании Божьем за нарушение заповеди, это обман. Это сатана все нивелирует под одно. Кто будет веровать и иметь жизнь вечно? Они верующие не увидят в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. По рождению Ехиднина, вышел бы сейчас местный архиереев, допускает, освещает банки везде, офисы, и сказал, вы с этим наградным добром ни один в рай не войдете. Вы все в крови. Вы кровопийцы. Все, больше вы нигде не пригласят, да еще не дадут еще на этот раз. Не дадут, а поддадут. Они говорят по-мерзки. Так верующие люди. Не имеет значения. Они говорят по-мерзки. Иногда минут 20-30 выступление, и о Христе ни слова, а вот как нам помог Бог во время войны. Там какой-то Илья Ливанский в гор молился, митрополит, была победа над фашистской Германией, бей фашистскую нечесть, это выступает митрополит Николай Ярушевич. Это и из его выступления берут. По-мерзки, говорит, ясно дело, Сталин шлет благодар на танковую колонну, они участвуют в этом, на авиационной эскадриле, ну, кого-нибудь, Александра Невского, Дмитрия Донского. Похвальное, Покровский собор-то получил, похвальную грамоту от самого главного тирана мира. И этим хвалятся. По-мерзки, потому что делаете. А истинные дети Божьи, они умирали, страдали, но не отступали от Бога. Избери себе, кому поклоняться. Первое послание Петра 2,12. Господь призывает нас препровождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они, если будете поступать, как важно, увидят ваши добрые дела и в день посещения прославят Бога. Когда Бог коснется их сердца, они вспомнят, а тут было вероще. Вот я тогда замечала, что это не так. Он не участвует в никаких сборах денег, ну, а день рождения, ни в подарках, нигде. У него все по-другому. Ты не просто не участвуй, скажи, день рождения справлять грех. Нашей заслуги нет. Надо в храм. Надо канон ангелу хранить или помолиться. Ну, ты расскажи один раз. На тебя совсем по-другому будут смотреть. Вы не поддавайтесь на уловки дьявола. Без потка ни на одной работе работать не будут. А тут не принимают. Добейся, узнай. И пусть конкретное покажет причину. Иоанн 13,16,17-16. Я передал им Слово Твое, говорит наш Господь, и мир возненавидел их, потому что они не от мира. Почему? Передал Слово. А вот потому мир ненавидит, что Слова-то нет. И патриарший престол, и монарши соединились вместе, и благословляет царя, начать войну, гнать сектантов, старообрядцев, давить, душить. Это все благословенно было церковью. Все эти петеримы, они официально остались. Иосиф и Волокси. Это никуда не денешь. И Дмитрий Тарасовский, как отзывался, приходит, бороду заставляет резать. Ведь он не сказал, что это грех, нельзя нет. Ну, а что лучше, бороду или голову? Выходит, и голову могли отрезать. Если он эти слова говорит, значит, он вполне допускал, если ты бороду не сбреешь, отрежет голову. Да какая же это была власть? Если за наличие бороды могли голову отрезать. Крестьяне говорит, борода отрастет, а голова? Голова нет. Так вот иди, слушай, сейчас садь говорит. Это Дмитрий Тарасовский, написавший «Житие». И он написал брошюру о том, как надо покорять себя и бороду резать. Этот антихрист Петр Первый прочитал, одобрил, и сказал самым большим тиражом издать брошюру. Дмитрий Тарасовский святой. Он подыгрывал царю. Почему это? Не говорят, а это прямо в его биографии написано. Это сегодня печатают, официально. Вот и рассмотри, это мир, он мирского человека одобрял. У него было воспитание совершенно противное духу христианства, у царя Петра. Он издевался, кощунник был, один из самых страшных, блудник, убийца. Сына родного убил, не пожалел. Никто не обречил. А говорили по-мерзки все. Весь сынок поддатил ему. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их. Не просто передал на полочку поставили, они его приняли сердцем и стали поступать по слову, пошли обречать царя Ирода. И мир возненавидел их. Докажи, что Слово Божие, переданное тебе, с тобой получено. Докажи это. Докажи на работе. Докажи соседям, что Слово в тебе. Ты видишь беззаконие где-то, человек не туда идет, пригласи его на занятия. И дальше скажи, время это уйдет, этого ничего не будет. Поступает не так. Скажи, в тебе Слово, оно будет кипеть, как лава, оно не даст тебе молчать. Докони меня тогда, соседи, значит ты знаешь, что будет. Но за то, что будет от соседей, за это награда от Бога. Бог-то может сделать так, чтобы не было гонения так. А гонение непрерывно идет. Преследование, обиды, чтобы мы, шликованные Богом, вошли в его обители. Откровение 12.17. И рассверепел дракон и пошел сразиться с прочими, сохраняющими заповеди Божьими и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Дракон с кем сражается? Те, которые сохраняют, то есть неповрежденные заповеди, заповеди я должен исполнить, посты я строго буду исполнять. Положено идти на благовестие. Я пойду. И сохраняют они свидетельство в себе Божие Иисуса Христа. А свидетельство, то есть я услышал и понес другим. Прямо говорится. И это сразу вызывает то, что древний дракон рассверепеет, пойдет сразиться с тобой. Ну докажи. Ведь смертный-то час, когда нам подведется уже черта, косой смертный-то, ты пожелаешь тогда получить эту награду. А когда человек страдает за Христа, он получает самую высшую награду. Выше мученика нет награды. Никакой святитель, не затворник, хотя их монахов этих возносит до небес. Но мучеников церковь всегда ставила на первое место. Всегда. Но хочешь быть мучеником? И сам себе однажды скажи, ты хочешь жить так, как жил Иоанн Креститель? Или все время где-то скрывать, то, чтобы не было видно? В конце концов, можно уже жить не по-английски, а по таракане. Где никого нет, там, говорится, там можно послушать, что-то сказать. Откровение, 20 глава, 8 стих. И окружили стан святых, и город возлюбленный. Господь говорит о чем? Что вас мир будет ненавидеть. И не спал огонь с неба от Бога, и пожирал их. Как это будет реально, атомная бомба на неверующих? Мы можем разно думать. Но написано, и абсолютно так и будет. А может это имеется в виду вообще церковь, это уразно. И огонь с неба, может это пришествие Господне. Но только Господь своих не оставит. Ни один человек, пошедший за Христом, не потеряет награды свои. Стакан воды подавший не потеряет. Ни тем ли более кровь свою пролившись за Господа? Иоанн 7, 7. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит. Потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Причина того, в чем? Не просто я верующий хожу, а ты должен видеть и доставки, должен вымешиваться. Притом, явно, активно. Я сказал женщине, губы красишь, и по какой причине, как Ефрем Сирин, да там я сегодняшний день простить не может, а уже 10 лет прошло. Я говорю, ну прямо говорит, для того, чтобы завлечь чужого самца, да ты на него обиду, ты не это ты сказал. Но значит это точно цель. Прямо говорит, что вас мир не может ненавидеть, потому что живете, для себя подыгрываете эту миру, льстите, лицемерите, чтобы не вытолкнули с работы людей, а меня мир ненавидит. И причина одна, потому что я миру говорю, дела его злые. Дела злые, начиная с президента, начиная с всех этих саммитов, в администрации, в судах, в судах, и везде дела злые, везде обман, неправда, ложь, подкуп, взятки, убийства, что? Дела мира злых. И ты это скажи, в школах, университетах преподают неправильно, все неправильно, потому что они их не учат верить во Христа. И поэтому разводы идут, убийства в школе, пишут страшно считать. Мальчик мальчика, одно только слово сказал ему, он его в гараж заманул к себе, ребенку 12 лет, облил бензин и ему поджег. А зачем спрашивать? А я хотел быть крутым, потому что над мной смеялись, что я слабохарактерен, а я доказал, и этот весь обожженный, чудом спасли. Кто знает в истории, скажи, в литературе, где это написано, в какой басне, у какого поэта древности, никто не знает, почему веры нет. Один ответ. Сирахов, 20 глава, 6 стих. Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло. Вот как можно приобретать, не только молчать, а нам дается свидетельство. И ты людям скажи, Бог ждет, время кратко, ты можешь умереть, и покажи на ряд катастроф, несчастных случаев, а это мог быть я и ты. То есть учить используется самой последней свежей информацией. Лука 1, 71. Он спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Какое обетование. Сколько бы их ни было, Бог спасет. Я подтверждаю своим опытом. Никогда. В самой безнадежной ситуации, если ты не теряешь надежду на Бога, Бог не оставит. Внезапно и как-то изменится. Даже не могу сказать как. Меня окружает несколько человек с ножами. Я, конечно, ничего не могу сделать. И вдруг главный из них подбегает. Так это вы. Все. Они меня сопровождают, еще охраняют. Потому что я их ловил когда-то и ни одного до милиции не довел, когда они грабили поезда. Вот и все. Бог это делает так. А он мог опоздать или... Я не знаю, как это Бог делает. У Бога высчитано до тысячной доли секунды. Лука 6, 22. Блаженны вы, когда будут вас поносить за имя мое и возненавидят. А блаженство означает приближение к святости. Хотя еще не полная святость. Это счастье. А меня вот какой-то ненавидит. Ты радуйся этому. Я скажу, что мое имя сектанты произносят с трепетом до самой Украины. Опасное барнаульское учение. Разослали энциклику. Нигде мне слова не давать. Приезжайте, говорят, у нас в Азербайджане сказали, что вам никогда не давали. Приезжают в Белисе, говорят, у нас засчитали, сказали, что если вы приедете, чтобы слова не давали. Почему Бог это сделал? Я только противосектантские материалы от руки переписал и разослал. Ты хочешь спасения своей души? Начинай свидетельствовать. Ну хотя бы, люди добиваются, чтобы слава была какая-то, а я вызываю ненависть. Я всегда говорю, у меня очень много врагов. Я счастливый человек. У меня есть друзья, но у меня враги есть, настоящие враги, которые идейно меня ненавидят. Лука 21.17 И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший до конца спасется. Всеми. 1 Петра 4.6 Если будете страдать, как христиане, то не стыдись, а прославляй Бога за такую участь. Это уже высокий уровень, когда тебя гонят, поносят. А я слышал, вот о тебе говорят, а вот он постится, там молится, все, а злой такой. Понимаете, это награда какая. Это обо мне сказали, что я злой. А где? Ну напиши, где злой? Да я знаю, что я похож на того, на кого сказали. Знаю, ты злой, жестокий господин, жнешь в день и сел. А почему злой? А я стал говорить сразу. А в христиане? Никогда нет этого, чтобы... И перечисляют. Какая у вас вера злая. А у нас дедушка, бабушка верили, и в карты играли, и все, у вас вера злая. То есть мы для них злые. А все наоборот. Всякое поношение от мира, и ты еще слышишь, приносишь доверующих, и твое сердце преклоняется. Значит, ты такой. Тебе враг просто влагает в уши. Мы не просто отвечаемся, а мы, как светило в этом мире, сияем. Они это видят. Если, конечно, мы не пьяницы. Первое Петро, так, только бы не пострадал, говорит, как посягающий на чужое. И Деяние 17.6. Когда апостолов изгоняли, говорили, крича на них, эти всесветные возмутители, пришли и сюда. Это время недалеко. Отношение к верующему власти сменится быстро. Храмы все это в один день взлетят. И будут нас называть всесветные возмутители. Потому что не все покорятся то, что сегодня они хвалят. Они с властями едут, освещают знамена, пушки. Сегодня я газету взял, только что купили два вертолета, и к нам приезжал тот священник один, Георгий, и он стоит и крапит эти вертолеты. Но все равно это не поможет, если пьяные вертолетчики не смотрят, как два вертолета купили. И притом пойдет в два раза дешевле, всего за 50 миллионов. И стоит священник сфотографированный. Зачем ты пришел? Ты сначала узнай, кто желает верить. Ну хотя бы одного человека там найди. Я храпил, и они думают, все, теперь никогда не извернуйся. Апостол Павел проповедовал, узнал, что будет ненавидим. Церковь перед революцией полностью была под степой императора. И что мы дальше считаем? Вот сегодня передают в Абутовском полигоне 25 тысяч человек. А там, может, я не знаю, сколько, джектар всего только. Буквально копнуть негде. Все. И это не без воли Божии. Богу не угодно, чтобы мы были с мирскими заодно. Бог хочет, чтобы мы держали очень заметную дистанцию. И неверующие, они будут замечать. При тебе они не будут ругаться. При тебе постараются не курить. Я вам свидетельствую. Это абсолютно однозначно. Они будут внутри понимать это. Но постепенно они будут сломлены. Вот это надо внести в молитву. Господи, дай нам силу быть верным Тебе. И мы не молимся о том, чтобы нас ненавидели. Но так уж положено. Мы благодарим Тебя за ненависть, за веру Твою. И чтобы нам укрепляться в этом. Не отступить от Тебя. И получить полную награду за то, что мы вышли из этого мира. И ненависть мира, Господи, она свидетельствует, что мир нас своими не признает. И тем больше будут нас ненавидеть, что мы сохраним Его Слово. Аминь.